Судьбу двух самых известных долгостроев республики, полигоны для захоронения твердых бытовых отходов и сувар-отеля, обсуждали сегодня на совещании у премьер-министра Чувашии Ивана Маторина. По мнению председателя правительства, работы на обоих объектах продвигаются неоправданно медленно. Несмотря на то, что к полигону ТБУ приковано пристальное внимание властей всех уровней и общественности, там отмечается заметное отставание от графика. Финансирование проекта открыто. И республиканский бюджет, и согласно договоренностям федеральной, готовы перечислять необходимые средства. Однако с их освоением возникли проблемы. Причина, по мнению Ивана Маторина, в том, что проект неоднократно менялся, возникали новые обстоятельства, судебные процессы. Словом, все участники строительства и заинтересованные стороны выясняли отношения. В результате у подрядчика нет необходимых окончательно утвержденных документов. Председатель кабинета министров категорически потребовал, чтобы в ближайшее время все недоразумения были ликвидированы. Сроки назвали сами заказчики и проектировщики. Конец месяца. Иван Маторин также поручил параллельно с этим собирать документы и готовиться к объявлению торгов на строительство второй очереди полигона. Когда придет время, все должно быть оформлено, чтобы не возникло проволочек. Второй объект – отель «Сувар», точнее уже «Одис-отель», названный так по фирме-подрядчику, которая взялась за его достройку. По словам одного из руководителей группы компании, на сегодня выполнен большой объем работ по укреплению имеющихся конструкций, поскольку объект был брошен без всякой консервации, и перепроектированию будущего отеля. Новый проект уже передан на экспертизу. Основная причина по задержке – это, конечно, финансирование. Основной партнер по данному проекту – это МДМ-банк. Это изначально был проблемный актив МДМ-банка, и мы пришли в стадии проблемного актива. И были определенные обязательства, взятые МДМ-банком. Единственное, что у нас изменилось, у нас была открыта кредитная линия на 1,2 млрд. Сейчас стоимость общего проекта у нас возросла до 1,6 млрд. рублей по причине увеличения площадей, потому что состоялось несколько градостроительных советов на уровне республики, и была согласована определенная архитектура. Впрочем, против увеличения площадей и удорожания всего объекта компания не возражает весь вопрос в деньгах. По словам Александра Денцова, положительное решение вопроса в банке, вероятно, на 95%. Но даже в случае отказа «Одис» не намерен отступать. И нам не хочется уходить из этого проекта, потому что мы считаем, что если сейчас мы получим даже неположительное или неконкретное решение от МДМ-банка, мы найдем финансового партнера. После некоторых споров срок начала работ был определен 1 февраля. Что касается названия «Одис Отель», то оно не окончательное. Все зависит от того, кто будет эксплуатировать отель. Возможно, различные варианты, вплоть до всемирно известных гостиничных брендов. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.